и тому подобное. Так или нет? Дальше. Говорит Уарвахуль куфар, уальфуджар фи барагут. Говорит о душе неверующих и грешников находится в местечке, которое называется барагут. Барагут это что такое барагут? Этот колодец, очень глубокий колодец, который находится в местечке, называемый Хадрамот. Это здесь у нас в Йемене, так или нет? То есть целый район Йемена или целый, что область Йемена называется Хадрамот. Что полный суфи, Хадрамот что в нем суфи, так или нет на сегодняшний день, в нем туристы и тому подобное. И барагут это один из колодцев, который находится в Хадрамоте, несет такое название. Он настолько глубокий, что никто не может добраться до его дна. До его дна никто еще что не добирался. И у людей принято, что души каферов, неверующих и грешников, все собраны на дне этого колодца. И это является недостоверным. Нет на это никакого достоверного довода. На это никакого достоверного довода. Говорит дальше имам Адмар-Багари И этот барагут находится в Сиджине. И то, что барагут находится в Сиджине, на это довода нет. Но то, что души неверующих и грешников находятся в Сиджине, на это довод есть. На это довод есть. Хадис Бара ибн Азива, достоверный. И в нем указано, что Сиджин находится в самой нижней земле. Сколько всего земель? Семь или восемь? Может, восемь? Семь. Семь земель в самой нижней земле находятся души, кого грешников неверующих. Что касается семи земель, то есть разногласия среди обладателей знаний. Некоторые говорят, что семь земель это и есть одна единая планета Земля. В ней семь земель. То есть они друг к другу, что друг за другом идут. Не как небеса. Небеса отделены друг к другу. Первое небо, затем второе небо, между ними расстояние есть. А говорят, что семь земель это одни за другим сразу идут. Так или нет? И на это указывает хадис, где пророк сказал, кто отберет землю с пять, то есть размером с пять, отберет землю у кого-то по несправедливости, не по праву. Того Всевышний Аллах на того положит вес этой земли до самой седьмой земли. То есть возьмет эту землю до самой седьмой земли и положит на этого человека в судный день. В этом хадисе указание на то, что все земли соединены друг с другом, идут друг за другом. Некоторые же ученые говорят, что эти семь земель разные земли. Не одна за другой. То есть это семь разных земель. И на каждой земле есть творение, которое сотворил Всевышний Аллах. Какие они не знают, никто кроме Аллаха. То есть на этой земле живут люди, джинны. На второй земле еще какие-то творения Всевышнего, которых он тоже испытывает и так далее. У них своя жизнь, у них свои события, у них свои происшествия. На третьей земле то же самое и так далее. И нужно здесь отметить, что нет довода на это, так или нет. И мы не можем это подтверждать и не можем это отрицать. Отрицать не можем, так как это возможно. Но просто у нас нет на это довода. И более правильное мнение, что все земли соединены друг с другом. Соединены друг с другом из-за того хадиса, который мы приводили выше.